ДТП На 25% вырос в декабре средний чек в Приворском федеральном округе по сравнению с ноябрем. Его размер составил 563 рубля. Об этом говорится в исследовании холдинга «Рамир». Как отмечают аналитики, номинально размер среднего чека в минувшем декабре превзошел значение предыдущих двух лет. В России планируют ввести новый налог на домашних животных. Для этого в Госдуме создана специальная группа, которая дорабатывает закон и должна представить его на рассмотрение уже в этом году. Согласно документу за содержание собаки, планируют ввести налог до 15 тысяч рублей в год, а кошки – до пяти. Сумма платежа будет зависеть от породы и размера животного. Причем платить придется не только за кошек и собак, но и за мелких домашних питомцев – хомячков, шиншилл и крыс. Татарстанские казаки будут не только охранять правопорядок, но и разыскивать уклонистов. Такое решение содержится в новом плане мероприятий «Стратегия развития госполитики», который утвердил премьер-министр республики Алексей Песошин. При этом разыскивать тех, кто решил откосить от армии, смогут только казаки, находящиеся в армейском запасе. Спортсмен из набережных Челнов Рафаэль Камалов номинирован от России на международную премию «Спортсмен года-2018». Награда вручается участникам соревнований, организованных Международным военным спортивным советом. Камалов – студент Набережно-Челнинского педуниверситета. Месяц назад он стал чемпионом мира по тэквондо, ВТФ среди военнослужащих.